Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. 10 февраля я производила три посева. Сеяла катарантус. Всходу я уже катарантуса вам показывала. Это были три расцветки. Далее я сеяла бальзамин, семена из магазина Соло и вот такая просроченная упаковка у меня тоже валялась в коробке. Решила ее также посеять. Ну и пакетик был один калибраха у меня из магазина Убеллы. Так вот, хочу уже наверное подвести итоги, хотя в принципе может быть еще рановато, но во всяком случае в следующий понедельник будет уже две недели от момента посева. Значит с катарантусом все замечательно. Прорастал он у меня на батарее. Мне писали, что по моему совету у людей тоже появились такие тщедушные всходы. Я не могу с этим согласиться. Я считаю, что всходы абсолютно нормальные, учитывая, что да, прорастание на батарее очень часто ведет к тому, что всходы вытягиваются. Ну потому что тепло и потому что все-таки темно. Поэтому, конечно, надо не проворонить этот момент, когда появляются петельки, лучше вовремя контейнер снять и поставить просто в светлое, теплое место. Но, к сожалению, большому не всегда у нас так получается сделать, поэтому достаточно нескольких часов, чтобы всходы подвытянулись. Но я не вижу в этом никакой трагедии, потому что далее просто подсыпается земелька и они абсолютно нормально, адекватно развиваются. Вот можете это наблюдать. Я занимаюсь сегодня целый день пикировкой вместе со съемками для вас различных видео. И вот у меня осталась земелька. Я просто подсыпала и получилось, что абсолютно все достойно выглядит. Появляется уже даже первая пара настоящих листиков. То есть главное катарантусу взойти, а дальше он развивается вообще без каких-либо всяческих проблем. Теперь, что касается всходов бальзамина. В обоих пачках, что у профсемян, что у просроченной, было в упаковке по 5 семян. То есть при условии, если бы была 100% всхожесть, мы бы сейчас с вами наблюдали 10 сходов. Но отчетливо мы с вами видим 4. И вот здесь справа внизу еще одно семечко пытается дать росточек. Я сдуру, конечно, не подписала. Почему-то была уверена, что вот эти просроченные семена у меня вовсе и не взойдут. И, конечно, сейчас мне все-таки кажется, что вот эти 4 это именно профсемена. Но в любом случае процесс прорастания семян еще в полном разгаре. Поэтому укрытие я не снимаю. Единственное, что крышку я сменила на вот такую дырявую, чтобы хоть немножко попадал воздух в контейнер. Потому что вот эти всходы им, конечно, уже такая повышенная влажность не нужна. С одной стороны, может быть, семеро одного не ждут. Но очень уж больно мне хочется, чтобы эта упаковочка тоже хоть что-то тут проросло. Поэтому пока держу под укрытием. Ну и хуже всего в этом пассиве проявил себя калибраху. Я, конечно, и не тешила себя иллюзиями, что здесь что-то взойдет. У меня всего было 3 гранулы, 1 пакетик. Я, честно говоря, даже немножко меня жаба задушила. 3 торфотаблетки для этого использовать. Почему-то я заранее знала, что ничего не получится. И поэтому в одну положила 2 гранулы, ну а в другую еще одну. Ну, как вы видите, вот в понедельник будет 2 недели. Здесь полная тишина. Что им надо, я не знаю. Тепло, светло, но всходить не собираются. И, честно говоря, я уже поняла, что это последний год, когда я сею калибраху на рассаду. Потому что у меня теперь есть череночки махровых калибраху, которые я буду приобретать каждый год. И я вообще не вижу абсолютно никакого смысла в данных посевах. Потому что махровые цветы мне нравятся гораздо больше, нежели простые. Кстати, по поводу черенков. Вчера был первый день, когда можно было черенки купить в свободной продаже. То есть люди свои заказы забрали. И вот можно было их приобрести свободно. Но свободно это так сказать, что сначала надо постоять. Было несколько часов в очереди. Я немножко припоздала. Надо было ехать к открытию. Я приехала к 11. Увидела хвост такой из очереди людей, которые стояли аж на улице. Ну, думаю, раз уж приехала, постою. Тем более, время до двух часов до работы есть. Ну, и дала себе указание не вступать ни с кем, ни в какие диалоги по поводу выращивания растений. Но не смогла удержаться. Когда там кто-то что-то начал спрашивать, я, конечно, ответила. Люди сразу поняли, что я в этом соображаю. Посыпались другие вопросы из очереди. В общем, вчера был мой звёздный час. Я так и сказала, что я Наташа Новикова. У меня есть свой канал, поэтому подписывайтесь, кому интересно. В общем, на протяжении, пока я два часа стояла, мне постоянно люди задавали какие-либо вопросы. Но я пришла к выводу, что, конечно, многие абсолютно не в курсе, как, например, использовать торфяные таблетки. Кто-то их вообще первый раз видит. И одно дело, когда вы понимаете, как вообще, с какой стороны подойти к растению. Даже к тому же черенку. Вот вы их готовы купили. Их же надо сначала ещё дорастить до состояния, чтобы они зацвели. И если человек в этом плохо что понимает, что можно ведь очень много этих черенков также угробить и не довести до состояния цветения. Потому что у всех есть свои особенности. Поэтому, конечно, люди берут большое количество того, всего 5-го, 10-го, у которых не получается вырастить из семян. Но ведь ещё большой труд вырастить это растение даже из черенков. Поэтому я вас всех призываю очень аккуратно быть с поливом, заниматься профилактикой различных противогрибковых заболеваний, чтобы всё-таки наконец-то это цветение случилось, состоялось. И мы очень сильно этому были рады. На этом всё. Спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok